В имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Бог в помощь, братья и сестры, уважаемые зрители. Здравствуйте. Сегодня во всех средствах массовой информации экспертов как грязи. Да, это правда. И каждый со своей кочкой зрения. Все спорят, ругаются до хрепоты об Украине, о Сирии, о Трампе и Путине, обо всем подряд. Вот действительно, когда смотришь большинство передач, посвященных общественно-политической тематике, на федеральных, на наших центральных телеканалах, вот этот бесконечный крик, бесконечные конфликты, которые не дают вникнуть на самом деле серьезно в том, что хотят люди сказать, они очень мешают понять. И точку зрения экспертов мешают понять. И уж тем более мешают зрителям понять вообще, что реально-то происходит. Да. Так вот, возвращаясь к вопросу. Значит, зритель нам пишет. А я смотрю телевизор и не могу понять. У России есть какие-либо внятные планы на среднесрочный период? Что нам вообще надо? Что? Чего мы хотим добиться нашей политикой? Или Кремль только реагирует на происходящее вокруг изменения, а собственной активной стратегии не имеет? Нет. Ну, суеты в средствах массовой информации действительно много, но стратегия у Кремля есть. Есть стратегия. И главные вехи этой стратегии, ее можно назвать с полным правом стратегией Путина, потому что он является ее творцом, ее двигателем, ее главной движущей силой этой стратегии. И вехи этой стратегии тоже вполне очевидны. Ну, во-первых, это, конечно, знаменитая мюнхенская речь Путина, произнесенная им ровно 10 лет назад, в 2007 году. Вот на прошедшей неделе много об этом говорилось, 10 лет исполнилось, и опять же все эксперты и аналитики тоже, так сказать, со всех сторон, так сказать, эту путинскую речь обсуждали. Но это была отправная точка. Потом, на мой взгляд, не менее важным было выступление Путина в 2014 году на собрании экспертов Валдайского клуба. Ежегодные собрания этих экспертов, международных политологов, их всех туда приглашали. И вот в 2014 году Путин выступил там тоже с такой достаточно важной речью. И, наконец, ближайшая по времени к нам такая серьезная веха, это, конечно, выступление Путина на Генеральное ассамбление Организации Объединенных Наций в 2015 году. То есть, на мой взгляд, эти три выступления, они оформили, сформировали вот эту вот стратегию. И она была не спрятана, что важно. Она была предъявлена обществу, как российскому обществу, так, так сказать, мировому общественному мнению. Ну вот, давайте более подробно остановимся на этом и посмотрим. 2007 год. Ну, многие наверняка читали, смотрели, помнят эту речь. Поэтому я постараюсь долго не распространяться, напомню ее основные тезисы. Итак, выступая в 2007 году в Мюнхене, Путин говорит следующее. Первое. Однополярный мир не состоялся. Как бы не украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Один центр власти, один центр силы, один центр принятия решений. Это мир одного хозяина, одного суверена. Естественно, подразумеваются Соединенные Штаты Америки. И вот дальше, значит, Путин продолжает. Это в конечном итоге губительно. Не только для всех, кто находится в рамках этой системы. Но и для самого суверена. Потому что разрушает его изнутри. И это ничего общего не имеет с демократией. Но сбывается на наших глазах. То, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки, это, конечно, буквально идет гражданская война внутренняя. Но только не горячая гражданская война, а политическая гражданская война. Посмотрите, что сейчас происходит. Трамп стал президентом. Спецслужбы, которые под ним, они его важнейший инструмент. Они действуют против него. Сливают компромат налево и направо. Чиновники, которые должны хранить тайны государственного управления. Они бегают по газетам, рассказывают, о чем Трамп беседовал по телефону с Путиным, или с австралийским премьером, или с канадским премьером. И так далее, и так далее. То есть, там идет вот эта политическая война не на жизнь, а на смерть. Пресса мочит Трампа изо всех стволов. То есть, то, что Путин 10 лет назад сказал, что если это будет продолжаться, это будет разрушительно, в первую очередь для самих Соединенных Штатов. Вот мы это сейчас наблюдаем. Дальше. Что он сказал дальше? Россию постоянно учат демократии. Но те, кто нас учат, сами почему-то учиться не очень хотят. Для современного мира однополярная модель не только неприемлема, но и вообще невозможна. Сама модель является неработающей. Так, в ее основе, вот это очень важно, почему Путин считает, что она нерабочая. Это очень такой русский подход, традиционный. Сама модель является неработающей, так как в ее основе нет морально-нравственной базы. Односторонние нелегитимные действия не решили ни одной проблемы. Более того, они стали генератором новых человеческих трагедий и очагов напряженности. Судите сами, войн, локальных и региональных конфликтов меньше не стало. И людей в этих конфликтах гибнет не меньше, а даже больше, чем раньше. Значительно больше. И повторяю, значительно больше. Ну, опять же, если посмотреть, что произошло за последние 10 лет, то сейчас, в 2017 году, по сравнению с 2007, еще больше, еще тяжелее. А конфликтный потенциал в мире еще больше увеличился. Крови льется тоже еще больше. Так что и здесь, получается, Путин выступил в качестве такого, так сказать, политического прорицателя. Ну и, наконец, он сказал следующее. Сегодня мы наблюдаем почти ничем не сдерживаемое, гипертрофированное применение военной силы в международных делах, силой, вергающей мир в пучину следующих один за другим конфликтов. В результате не хватает сил на комплексное решение ни одного из них. Становится невозможным и их политическое решение. Но Россия – страна с более чем тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией проводить независимую внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня. Но я думаю, что любой, кто, так сказать, мало-мальски внимательно следит за тем, что сейчас в мире происходит, он может подтвердить, что сейчас, по сути, военная сила осталась чуть ли не единственным аргументом, с помощью которого можно заставить себя слушать. Все остальные аргументы уже не работают. Механизмы международного права, они, по сути, дела развалились. Но это было в 2007 году, Путин сказал. Через 7 лет после этого он развил свои мысли. В 2014 году, выступая перед международными экспертами, они были собраны со всего мира, наиболее влиятельные политологи, аналитики, разного рода эксперты. Вот на Валдае, выступая перед ними, Путин тоже сказал много интересного. Давайте посмотрим краткий видеосюжет, как это было. Во-первых, смена мирового порядка, явление именно такого масштаба мы наблюдаем сегодня, как правило, сопровождалась, если не глобальной войной, не глобальными столкновениями, то цепочкой интенсивных конфликтов, локального характера. И, во-вторых, мировая политика – это прежде всего экономическое лидерство, это вопросы войны и мира, гуманитарной сферы, включая права человека. В мире накопилось множество противоречий, и нужно откровенно друг друга спросить, есть ли у нас надежная страховочная сетка. К сожалению, гарантий, уверенности, что существующая система глобальной и региональной безопасности способна уберечь нас от потрясений – нет. Соединённые Штаты, объявившие себя победителями в холодной войне, самоуверенно, считаю, подумали, что в этом просто нет нужды. И вместо установления нового баланса сил, который является необходимым условием порядка и стабильности, напротив, были предприняты шаги, которые привели к резкому усугублению дисбаланса. Холодная война закончилась, но она не завершилась заключением мира, понятными и прозрачными договорённостями о соблюдении имеющихся или о создании новых правил и стандартов. Создалось впечатление, что так называемые «победители» в кавычках в холодной войне решили дожать ситуацию, перекроить весь мир исключительно под себя, под свои интересы. Что же нас ждёт, если мы предпочтём жить не по правилам, пусть строгим и неудобным, а вовсе без правил? А именно такой сценарий вполне реален. Исключить его нельзя, учитывая накал обстановки в мире. Ряд прогнозов, наблюдая сегодняшние тенденции, уже можно сделать. И, к сожалению, они не оптимистичны. Если мы не создадим внятную систему взаимных обязательств и договорённостей, не выстроим механизмы разрешения кризисных ситуаций, признаки мировой анархии неизбежно будут нарастать. Уже сегодня резко возросла вероятность целой череды острых конфликтов, если не с прямым, то с косвенным участием крупных держав. При этом фактором риска становятся не только традиционные межгосударственные противоречия, но и внутренняя нестабильность отдельных государств. Особенно, когда речь идёт о странах, расположенных на стыке геополитических интересов крупных государств или на границе культурно-исторических, экономических, цивилизационных материков. Что нового здесь сказал Путин по сравнению с тем, что он сказал в 2007 году? Он проговорил один важнейший тезис. В Мюнхене он как бы сделал некоторые предупреждения, а на Валдае в 2014 году он засвидетельствовал. Мы живём в момент смены мирового порядка, смены огромных геополитических эпох. Меняется мировой порядок. То есть, опять же, в переводе с дипломатического на простой язык, это означает, что Запад, который на протяжении нескольких последних веков последовательно пытался добиться для себя роли глобального гегемона, пытался добиться для себя, для своей цивилизации западной, господства над миром, всё, он исторически эту битву проиграл. Это уже уходящая натура. Меняется огромный пласт исторический, уходит в прошлое. И Путин, будучи практическим, прагматичным политиком, он говорит, мы знаем, история нам показывает, что такие перемены не происходят без конфликтов. Либо мировая война, либо цепочка высокоинтенсивных локальных войн. И мы будем к этому готовиться. То есть, важнейшие вещи проговорены. И опять же, к вопросу о стратегии России. Вот и проговаривается. Мы понимаем, что это будет, и мы к этому будем готовиться. Имейте, ребята, в виду. Ну, и через год, выступая в 2015 году на Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций, Путин, в общем, примерно то же самое повторил. Только, может быть, в каких-то местах более подробно это всё раскрыл. И задал свой знаменитый вопрос. А вы сами-то поняли, что вы натворили? То есть, он как бы в 2015 году на Генеральной Ассамблее, он ещё зафиксировал тот факт, что, значит, Запад, современный Запад во главе с Соединёнными Штатами Америки, не способен извлекать уроки из того, что происходит. Адекватно воспринимать происходящие исторические перемены не способен. Ну, и так, значит, вот, исходя из этого, можно как-то достаточно точно, на мой взгляд, определить основные вехи, значит, той стратегии, которую высшее военно-политическое руководство нашей страны пытается сегодня реализовать на практике. Значит, она базируется на чём? Во-первых, старый миропорядок фактически разрушен. Восстановить его нельзя. Новый глобальный передел мира неизбежен. Второе. Соединённые Штаты Америки, Запад в целом, не смогут удержать свою главенствующую роль. Более того, они не могут адекватно оценить ситуацию, не умеют извлекать уроки из своих исторических ошибок. Дальше. История нам свидетельствует, что, исходя из этих двух первых, так сказать, тезисов о разрушении старого миропорядка и о неадекватности Запада, к сожалению, следует вывод. Надо готовиться к войне. Смены эпох всегда происходили либо через мировые войны, либо через цепочку ожесточённых локальных войн. Ну и последнее. Россия это понимает. Россия именно к этому готовится. Именно исходя из набора этих тезисов, Россия будет выстраивать свою военную стратегию, свою внешнюю и внутреннюю политику. Ну, если более подробно почитать или посмотреть то, что Путин говорит, то там есть ещё одна интересная такая деталь. Путин всё время предлагает Западу договориться. То есть, он говорит, ну договариваться же лучше, чем воевать, договариваться лучше, чем конфликтовать, мы готовы учитывать интересы и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в сочетании вот с теми тезисами, о которых мы только что, так сказать, говорили, это знаете, что значит? Это значит, что Путин, как опять же прагматичный политик, он пытается предложить Западу почётные условия капитуляции. Не просто сказать ему, всё, дядя Сэм, бай-бай, ты уже помер, только ещё не понял. А он пытается, так сказать, максимально как-то самортизировать, сгладить, смягчить вот этот грядущий исторический всплеск, встряску эту глобального мирового передела. И предлагает Западу, по сути дела, условия почётной капитуляции. Понимаете? Пока. Пока, во всяком случае, почётной. А что для себя в этой ситуации Россия хочет? Давайте на эту тему посмотрим видеосюжеты. Новый президент США Дональд Трамп хочет договориться с Путиным. Он уже не раз заявлял, что собирается заключить с ним большую сделку. В переводе на обычный язык это означает, что Трамп надеется договориться с Москвой о переделе мира в соответствии с новыми реальностями 21 века. Этот глобальный передел неизбежен. Недавно министр иностранных дел Германии Франк Вальтерштайн Майер признал, избрание Дональда Трампа президентом США положило конец миропорядку 20-го столетия. Как будет выглядеть мир завтрашнего дня, ещё не определено. В эти времена – времена нового глобального хаоса. Речь идёт о большем, чем простая смена власти. Сегодня очень многое поставлено на карту. Китай тоже хочет получить свою долю. Ещё до избрания Дональда Трампа президентом США китайский лидер Си Цзепин заявил, «Мир находится на грани радикальных перемен. Мы видим, как постепенно рушится Евросоюз, как терпит крах экономика США. Всё это закончится новым мироустройством. Так, как раньше, уже не будет никогда. Через 10 лет нас ожидает новый миропорядок, в котором ключевым окажется союз КНР и России». Какое место займёт Россия в этом новом миропорядке? Чтобы не опоздать к разделу мирового пирога, мы, русские, должны ясно понять, каковы наши главные геополитические и военно-стратегические задачи на ближайшие 10 лет. Главное – нам надо создать на границах России обширную зону нашего влияния. Нет, даже не влияния, а доминирование. Только такое доминирование сможет обеспечить нам военную безопасность, экономическую самодостаточность и внутреннюю стабильность в условиях грядущего глобального хаоса и крушения западной гегемонии. Для этого, как минимум, необходимо сформировать вокруг нынешней России буферную зону, в которую должны войти все бывшие советские республики. Оставаясь формально независимыми, они в реальности будут находиться под надёжным и эффективным контролем Кремля, политическим, экономическим и военным. Прибалтика должна выйти из НАТО и стать, как минимум, нейтральной и демилитаризованной. На Украине, в Белоруссии, на Кавказе и в Средней Азии должны быть размещены наши передовые военные базы. На Дальнем Востоке, учитывая наши дружеские отношения с Китаем, Монголия может остаться нейтральной стороной, глубоко интегрированной в структуру шанхайской организации сотрудничества. В наших прибрежных морях Москве необходимо обеспечить зону своего военного превосходства, исключая возможность морской блокады российских портов, десантных операций на нашем побережье и вообще любое применение обычного неядерного оружия с морских направлений по территории России. Вопросы защиты от межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками следует решать отдельно в рамках создания эффективной общенациональной системы противоракетной обороны. С учетом боевого радиуса современных крылатых ракет «Тамагавк», стоящих на вооружении стран НАТО, нам необходимо добиться гарантированного господства русского флота в акваториях Баренцева, Балтийского, Каспийского и Черного моря, в Северной Атлантике и Восточном Средиземноморье, в Арктике, Охотском море и северо-западной части Тихого океана. С военно-технической точки зрения, достичь всего этого, за исключением разве что создания общенациональной системы противоракетной обороны, можно примерно к 2025-2026 году, к моменту окончания новой государственной программы вооружений, рассчитанной на ближайшие 8 лет. В случае ее успешной реализации, к этому времени наши сухопутные войска, военно-морской флот и военно-космические силы будут обладать достаточным количеством современного оружия и военной техники для решения описанных ранее стратегических задач. В частности, на флоте будет развернуто около 130 кораблей и подводных лодок, являющихся носителями ударных противокорабельных крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковых ракет «Циркон», аналогов которых у стран Запада просто нет. К этому же сроку, части постоянной готовности сухопутных войск будут полностью переоснащены бронетехникой нового поколения на основе платформ «Армата», «Курганец» и «Бумеранг». Закончится оснащение войск уникальными ракетными комплексами «Искандер», начнется их модернизация. Воздушно-космические войска полностью перейдут на комплексы ПВО и ПРО нового поколения С-400 и С-500. Силы противовоздушной обороны сухопутных войск будут оснащены не имеющим мировых аналогов комплексами С-300В-4, Бук-М3, Панцирь-С-1 и Тор-М3. Фронтовая авиация ВВС перейдет на эксплуатацию новых ударных самолетов Т-50, Су-35, Су-30СМ, Су-34 и МиГ-35. Возрождение русской державной мощи создаст необходимые военно-технические предпосылки для наших побед. Но надо сказать правду, это не решит всех наших проблем. При сохранении Западом во главе с США существующего уровня политического, экономического, финансового, информационного и военного влияния добиться заявленных целей без серии высокоинтенсивных локальных войн России будет очень трудно. Особенно в Прибалтике, в Северной Атлантике, в Восточном Средиземноморье и на Тихом океане. То есть в тех регионах, которые США традиционно считают для себя стратегически важными, жизненно необходимыми для обеспечения глобальной гегемонии Запада. Однако унывать не стоит. События последнего десятилетия показывают, что глобальная ситуация вполне может внезапно и радикально измениться в нашу пользу. Это произойдет, например, в случае перехода Вашингтона к политике изоляционизма, или при развале Евросоюза и дезинтеграции военных структур НАТО, а также в случае создания полноценного военно-политического блока России и Китая, или если новый мировой финансовый кризис окончательно подорвет экономическое господство с Запада. Все эти факторы в той или иной степени уже действуют сегодня, поэтому нам надо серьезно и целенаправленно готовиться к радикальным переменам. Мир бурлит. Время не ждет. Развитие событий не оставляет сомнений. Скоро наступит пора решительных действий. Мы русские. С нами Бог. Ну, в общем, я думаю, что основная мысль понятна. В основе стратегии Путина лежит намерение, во всяком случае это то, что видно уже сейчас, на какую-то ближайшую историческую перспективу, намерение создать вокруг России такой, как бы, буферные зоны, как бы укутать Россию, отделить ее от остального мира поясом союзных, подконтрольных нам государств, и постараться сделать так, чтобы вот этот вот буферный пояс максимально смягчил для России последствия того мирового хаоса, который у нас сейчас на наших глазах нарастает, и рано или поздно он запросто может перерасти в горячие войны. Вот созданием такого буфера по российским границам на сегодняшний день, как мне представляется, в первую очередь и занят Путин, ну и вообще военно-политическое руководство России. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин